Привет, друзья! Зачастую вещи, которые вы получили от родственников наследства, не являются ценными, ведь обычно это хлам из гардероба или другие семейные реликвии, которые вряд ли будут представлять ценность для кого-то ещё. Собственно, так думал и человек по имени Лорен Крайцер, который остался ни с чем после смерти своей бабушки, ведь сестра и мать забрали всё самое ценное, не оставив ему ничего. Но, как оказалось, удача улыбнулась именно Лорену. «Когда умерла бабушка мужчины, он отправился к ней в дом за обещанными ему книгами. В тот момент в доме уже не было ничего ценного, ведь всё забрала мать с сестрой», – вспоминал бедолага. «В последнем чемодане, который валялся на полу, лежали два одеяла, оставшиеся ещё от его прабабушки. Мягкое одеяло от компании Hudson's Bay, одной из самых старых корпораций в Северной Америке, и одеяло Навахо, на котором когда-то рожала бабушкина кошка». Конечно же, как и следовало ожидать, первая сразу же себе забрала сестра Крайцера, посчитав, что оно ей нужнее, а вот второе просто упало на пол. Расстроенный таким поворотом событий, мужчина лишь спросил у сестры, что она собирается с ним делать, на что последняя ответила, что ей не нужно это грязное старьё, швырнув его ногами в сторону. А поскольку дом бабушки уже был выставлен на продажу, то Лорену ничего не оставалось, как забрать старое и грязное одеяло себе. Собственно, так оно и лежало у него в доме 7 лет. Стоит также отметить, что все эти 7 лет были для Лорена совсем непростыми. Хотя мужчина и был успешным плотником в своём городке, но в 2007 году он попал в серьёзную аварию, и его бизнесу пришёл конец. После аварии большую часть следующего года он провёл в больнице, но в конце концов состояние больного ухудшилось, и ему пришлось ампутировать левую ногу. Несмотря на это, мужчине несколько раз отказывали в оформлении инвалидности. Всё дошло до того, что не было денег даже на еду, и ему с женой пришлось отправить детей на время к бабушке и дедушке супруги в Луизиану. В общем, это был сложный период в семье, ведь единственный её кормилец стал инвалидом, а кроме психологической травмы он ещё и остался без денег. Благодаря пособиям по инвалидности, Крайцер нашёл деньги на то, чтобы переехать в небольшую лачугу друга в долине Леона недалеко от города Палмдейл. Мужчина сбил цену на аренду до 700 долларов в месяц, и на жизнь у него оставалось всего 200 долларов. Плюс то, что зарабатывала его жена Лиза. И неизвестно, как бы сложилась жизнь этой семьи, если бы не один случай. В 2011 году мужчина увидел эпизод из шоу «Антикварное турне». В нем специалисты по антиквариату путешествуют по стране и оценивают старые вещи. И там пожилой мужчина из Аризоны узнал, что его покрывало 19 века работы индейцев Навахо стоит около 500 тысяч долларов. Оценщик и коллекционер Дон Элис объяснил, что подобные одеяла были дорогими даже в ту эпоху, когда были созданы. Они могли стоить целое состояние. И как рассказывал позже мужчина, «Я поставил телевизор на паузу и пошёл за своим покрывалом. Взяв его в руки, я стал сравнивать линии на вещи из передачи и на своей. Они оказались почти идентичными. Тот парень из телевизора сказал, что покрывало стоит от 300 до 500 тысяч долларов. Поэтому я и решил, что моё может стоить хоть несколько тысяч, ведь оно было старым и грязным». Лорен даже показал видео матери, которая только-только съехала из дома покойной бабушки после продажи. Но она лишь посмеялась над его догадками. «Тебе никто несчастную десятку за это не даст». Оценщики старины поначалу тоже отнеслись к покрывалу скептически. Некоторые сочли, что это ничем не выдающийся мексиканский текстиль. Но Крайцер и не думал сдаваться. После чего отнёс покрывало в семейный аукционный дом Джон Морен Аукционерс, который специализировался на продаже индейских артефактов. На сайте компании он узнал, что там проводится день открытых дверей, когда каждый желающий может продать свою вещь. Мужчина сел в машину и через полчаса его семейная реликвия уже лежала перед сотрудником аукционного дома Джеффом Мореном. И тогда он даже и представить не мог, что уже вскоре бабушкино старое покрывало станет самым дорогим лотом, который эта компания когда-либо продавала. Фотографии из архива Крайцера, где его прапрадед Джон Чентланд был запечатлён в торговом поселении в Мэйвилле, Северная Дакота, лишь подогрели интерес сообщества перед аукционом, на котором и было выставлено покрывало. И, как говорили специалисты, часто случается так, что мы не знаем историю вещей, но в данном случае помогли знания Лорена. Покрывало в его семье передавалось через несколько поколений, начиная с прапрадеда, торговца из Дакоты, жившего в 1800-е годы. Морен отправил покрывало на экспертизу, а через 6 месяцев состоялся аукцион. В день аукциона Лорен планировал выручить немного денег для ремонта своего старого пикапа, но уже следующие 77 секунд навсегда изменили жизнь бедного инвалида. Предложение подскочило со стартовой цены в 1000 долларов до 500 тысяч и даже миллиона. Он не мог поверить в происходящее, ведь о таких цифрах мужчина даже и не мечтал, а финальной стала сумма в размере полутора миллиона долларов. Что и говорить, в тот день Лорен пережил самый настоящий шок. Супруге даже пришлось принести мне воды и вытереть солбопот. Да ещё бы! И в итоге вышло так, что за вычетом сборов наш герой получил миллион 300 тысяч долларов за одеяло, которое всего несколько лет назад служило тряпкой для новорождённых котят и которое сестра мужчины пнуло ногами как что-то ненужное. Думаю, не нужно и говорить, что сразу после аукциона вокруг счастливчика стали происходить странные вещи. Кроме сестры и матери, даже дальние родственники звонили и просили разделить прибыль с ними. Сестра и вовсе угрожала подать на него в суд, но когда поняла, что у неё ничего не получится, отступила. После аукциона мужчина пять дней провёл один в отеле, чтобы избавиться от стресса. И в то время, как сестра и родственники всё ещё пытались давить на мужчину, рассказывая ему, что он поступает как минимум некрасиво по отношению к ним, а также давили на жалость и даже ему угрожали, последний решил начать новую жизнь. Уже спустя месяц Лорен приобрёл себе мотоцикл Харли Дэвидсон, новенький спортивный додж и внедорожник. Остальную сумму он инвестировал в акции и муниципальные облигации, а также купил два шикарных дома. В одном доме ценой 250 тысяч долларов с бассейном и видом на долину он живёт с женой Лизой и детьми, а второй сейчас даёт в аренду. Также семейство отправилось в Мексику немного отдохнуть на круизных судах. Заодно деньги помогли Крайцеру наладить и здоровье. Теперь он меньше сидит без дела и чаще бывает на воздухе, ходит в походы и на рыбалку. Но в целом мужчина говорит, что деньги его вовсе не изменили. Он получил всё, что хотел и смог правильно их инвестировать. Удивительно то, что кусок ткани купил тот же человек, которого Лорен увидел по телевизору. Он лично пришёл удостовериться в подлинности покрывала и выложил за него полтора миллиона долларов. Что же касается того, правильно ли поступил мужчина по отношению к родственникам, то тут мнения разделились. Но учитывая ситуацию, в которой оставили тогда инвалида, думаю, выводы сделает каждый сам. Ну и конечно же назревает вопрос, а как бы вы поступили на месте мужчины? Окажись в его ситуации, стали бы делиться деньгами или же оставили всё себе? Обязательно пишите своё мнение в комментариях. Ну а на сегодня это всё. Оценивайте видео и до скорого! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...